Всем здорова! У Закатана вышел новый мульт, я его не ждала, и Вадим тоже, но он вышел. Называется «Как правильно прогуливать школу», поэтому поехали быстрее посмотрим. Училки уже 15 минут нету, так-то. Правила 15 минут? Ну да. А в школе так не работает? Что это значит? В школе работает такое? Везде такое работает. То, что... Правила 15 минут. Учитель заставляет меня ждать, я пришел сюда учиться, новых знаний получать. Время истекло, мы шанса дали, гоу домой. Дайте угадаю. Она стоит за мной. Да. Я думал, у такого универа такое есть, правила 15 минут. А нам такого говорили тоже в школе. А в школе не было никогда такого. Просто потому, что там, в принципе, идет урок 45 минут. Ну да, куда-то сваливать. Нет, просто в универе ты такой, никто за тобой не следит, ты такой весь самовольный. А в школе? 15 минут нет препода, а куда идти? Домой. Что? Какой домой? Здесь следующий урок еще есть. Гулять во время того, как все учатся, нельзя по коридорам. И то есть, типа... Короче, есть много нюансов, я поняла. Привет. Все же хотя бы раз в жизни прогуливали школу, да? Да. Это нормально, потому что для прогула есть целый вагон веских причин. Например, хорошая погода. Сидишь такой в душном классе, за окном май, тепло и природа. Ну, я не так прогуливала, я прогуливала с разрешения, мне разрешали прогуливать. Я говорила, мама, мама, я только хочу в школу, можно я не пойду? И мне пару раз не разрешали. Мне не разрешали, мне не разрешали. А еще я брала отмазки, знаешь, типа, я буду участвовать там, мы готовимся к конкурсу, и просто на целый день сваливали в актовый зал и сидели там фигней страдали. Псс, братан, сваливай уже, совсем, нафиг тебе вообще образование, лучше тиктоком займись. Или вот когда не подготовился к какой-нибудь контрольной, то часто встаешь перед выбором прогулять или нет. Дружище, ну ты сам посуди, прогул же лучше, чем двойка, так что не тупи. Слушай, ну, он вообще-то дело говорит. Тем более, дома тебя ждут аниметяночки на корабле. Что? А бывает, что прогул это вообще чисто импровизация. Ну вот, например, как в мои школьные годы это происходило. Начался урок, все сидят в классе, ждут, когда придет училка, а ее все нет. И нет, и нет, нет, и нет. И вдруг кто-нибудь берет на себя ответственность. Да, есть такие люди. Я призываю вас покинуть урок. Да, типа того. Тут важно, что свалить должны все, чтобы не подставить. Да, потому что есть крысы, крысы, которые... Не крысы, люди, люди-ботаны. Ну да, это такая, знаешь, девчонка там или пацан, такие, знаешь, я не пойду. А ты такая была, нет? Нет. Ты шучилась сильно. И что? Я никогда не крысила, ты что? Я никогда не крысила, никого не поставляла, никого не закладывала. Поэтому со мной все хорошо, нормально тусили. Потому что не только я давала списывать, а еще потому, что никого не... Ну, нормально относилась к людям, я все понимала. Самое сложное в таком массовом прогулке... Ой, импостеры. ...это уговорить на побег всех этих послушных ботанов. Да, да, да. Ну, может, она еще придет, а? Ну, как бы, трудно было прогулять школу, оставшись при этом безнаказанным. Ведь на следующем уроке училка увидит букву Н напротив твоей фамилии. И обязательно спросит. Ух ты. Кто это сделал? Кто это сделал? Как котик. Поэтому, пожалуй, самым верным и безопасным способом прогулять школу до сих пор остается симуляция болезни. О, классика. Так, давай. Гри. Я что-то себя плохо чувствую. Вот так, да, да, вот так. Со мной, кстати... А у меня это не работало. Мне это не работало все равно. Типа, если температуры нету, если только к врачу пока не пойдешь, нет. Идешь в школу, да. А ты же реально плохо себя чувствуешь? Да. Тебя все равно заставляет идти. Да. Вообще жесть. Нормально. ...прокатывала редко, по причине того, что моя мама всегда руководствовалась принципом доверяй, но контролируй. Мам, принеси попить, пожалуйста. Перенесу, сынок. Только дождусь, пока ты температуру померишь. Ну и, конечно, бывает, что ты прогуливаешь школу, потому что просто влюбляешься, и тебе хочется проводить с ней все свободное время. Именно такой случай был у меня в девятом классе. Ее звали... Да. Я вымаливал эту приставку целый год, чтобы ее получить. Я хорошо учился, много чего делал по дому. И даже всегда соглашался с мамой, когда она покупала мне одежду. Ну, хорошая же шапка. Шапка на шапку, смотри. Да, просто улет. Наконец, на день рождения мне ее подарили. И после этого, как любой нормальный... Помню, я так хотела PlayStation, мне не купили. Я помню, мы даже с папой ходили, и он тоже был не против, но мама нам не разрешала. И мы... Я просто все время ходила, мы видели все эти игры, все диски, и так и не купили. Это такая боль. Поэтому, когда я выросла и стала самостоятельной, и финансово независимой, и Вадим тоже, наша первая покупка была, это PlayStation 4. Да. Мамый пацан, я играл в нее до посинения. Что не очень-то нравилось маме. Ты что, опять в приставку играл весь день? Да, из чего ты взяла? Просто джет-контроллера вот так вот, да? Вы, наверное, догадались, все это привело к тому, что моя мама стала категорически против таких серьезных отношений с приставкой. Она считала, что в два часа в неделю для меня будет вполне достаточно, чтобы наиграться. Два часа в неделю? Два часа в неделю? Не в день? Я сначала думала, в день, а потом, наверное, что, всего лишь в неделю? Что? Что? А ты только включила, она только загрузилась, и все. По сколько в день? Что, минут по двадцать, что ли? Так она включилась уже десять минут. Какой-нибудь GTA в Айсити? Ну, мам, я еще хотел прифуток позбивать. Это как слезнуть немного крема с пирожного, которое возбуждает твой аппетит. В результате мы с Сонькой не могли нормально встречаться. Ведь в первой половине дня я был в школе, а когда приходил домой, то примерно в это же время со временем в детском саду возвращалась моя мама. И я просто не мог включить сок, потому что... Учьи уроки, дебилу! В школе я сидел на уроках, как в полусне, и вообще не понимал, как можно думать о какой-то там литературе, если у меня еще и хитман не пройден. И я начал прогуливать. Я решил симулировать болезнь, но более хитро, чем это делал раньше. Что-что? Прошу прощения! Я где-то однажды прочитал, что чернослив здорово прочищает кишечник, и съел перед сном почти килограмм этих черных сладких комочков. Наутро меня просто разрывало. Капец! От счастья, потому что таким звуком мама просто не могла не поверить, и я остался дома. Правда, играть было немного неудобно. Так я вот хотела спросить, ну ты к тому-то и делал. О, да! Еще я как-то с утра выпил литр энергетика. Мне говорили, что от этого поднимается давление, и оно действительно поднялось. Но каждый день такое проделывать, как вы понимаете, не очень-то и хотелось. Кроме того, мама вполне могла повезти меня к врачу, а его уже фиг обманешь. И тут мой одноклассник Леха по прозвищу Ржавый предложил одновременно. Потому что Рыжий. Мы с ним любили порубиться в Мортал Комбат, поэтому ему тоже очень хотелось играть в мою Соньку. Короче, он как-то говорит. Слушай, есть тема. Я видел, что у нашего трудовика в коморке есть диван и телевизор. Ну и чё? Прогулять в школе в кабинете трудовика. Санышева не знаешь. За бутылку он в этой коморке хоть склад с оружием разместит. Ну про склад ты чего-то загнул. Максимум пару автоматов. И мы предложили Павлу Санычу, так звали нашего трудовика, сделку, от которой он не может казаться. Мы покупаем ему бутылку его любимого напитка. А он за это должен зайти в ночь. Татьяна, как вы купили, если вы такие мелкие любимый напиток? Как? А что, вам разу не продавали? Вам был вопрос. ...уроков в наш класс и сказать что-то типа Эээ, мне надо там это, с электропроводкой помочь. Дайте мне двоих сообразительных пацанов. Ну и конечно же, он выбирал нас, после чего мы слегка и шли к нему в коморку. И на один или два урока зарубались в прист... Ох, нифига себе помочь на несколько уроков. Представь, какой блат. Мне нужно там помочь. И что-то у нас постоянно этих двух мальчиков себе в коморку тягает. Блин, я сказал, да. А прикинь, что могли подумать. А вопрос не возникло бы к этому трудовику. ...приставку. А Павел Саныч сам занимался своей проводкой. О, испалил приставку, может быть. Ну зашибись, поиграли. Прогулы, конечно, нам за это не ставили, но что мне не нравилось во всем этом, так это то, что... А. Не прогуляешь весь день. Б. Поводов, по которым трудовик мог нас забрать, было не так много. И В. В этой коморке просто ужасно воняло. Я не знаю, что там у трудовика хранилось, но долго находиться в этом помещении было невозможно. О, Ленин. А еще то, что приходилось тратиться на покупку пивасика. Ну и трудовик часто сам подводил. Ну, видимо, был в таком городе, в котором продавщицам было вообще все равно. Лишь бы деньги дали, а не продали. А может быть, за котом он выглядел очень мужественно и казался старшего возраста, как будто в 18 лет было в 19 классе. Может, барабан заклеил реально. Будучи порой, так сказать, не совсем в адекватном состоянии, он мог просто забыть прийти за нами. Или вообще что-нибудь перепутать. Мне бы двух крепких парней. А ничего, что это первый класс. Через какое-то время у всех учителей появился вполне логичный вопрос. Что они там делают? Что такого глобального затеял наш трудовик, что ему постоянно нужна помощь? Блин, знаешь, мне кажется, сейчас бы появилось совсем другое подозрение. И очень нехорошее. Прям вот очень. Ответ на этот вопрос лежал... Да, он просто лежал. Почему без стука? Ну, в общем, схема проработала всего пару недель. Но за это время моя страсть к Соньке подостыла. Нам с Немой удалось выйти сухими из воды. Ни одного прогула в журнале не появилось. Да и Паул Саныч выкрутился. Наплел директору школу какую-то фигню о том, что кому-то надо было его страховать, пока он делал прогулку. Конечно, все эти прогулы не могли не сказаться на моей успеваемости. И на меня посыпались двойки. Так что из всей этой истории я сделал два основных вывода. Первое. Прогуливать иногда можно, но не стоит увлекаться, потому что все равно придется за это расплачиваться. И второе. Учите Пушкина. Пушкин самое важное. У меня, короче, наверное, прогуливать бы и совесть не позволяло. Потому что у меня мама в школе работала, тоже где я училась. И меня бы так бы легко заложили бы, что вообще полно трендец. У меня должна была быть идеальная репутация. У меня должны были быть идеальные оценки. И поэтому я прогуливать, в принципе, могла только с разрешения родителей. Ну, типа вот так вот отмазаться. А мне страшно странно, как тебе разрешали, в принципе. Потому что мне вообще не разрешали. И мне потом пришлось самому сваливать со школы. Ну, тоже когда тепло. Я такой смотришь, блин, на улице так хорошо, так тепло. А у тебя обычно раздевалка внизу, да? И там куртки сдаешь. Да, 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 да. И ты, ну, не можешь взять их, пока уроки закончились. Ты без куртки бегал? Ты без куртки летишь быстрее. Ты мог простыть же. И перемене выскакиваешь, через забор перелазишь. И все, и не шеешься. Несколько уроков гулять где-нибудь на улице. Жесть. А потом приходишь, забираешься. А у тебя журнале были энки, нет? Ну, нескоро так было. Да, но потом нельзя так рисковать, что здесь будет много энок. А мама тебя хоть раз палила, что ты прогуливала? Нет, нет. Мама ничего не палила. Не палила ни разу в дневнике, что у тебя были какие-то плохие оценки. Замечания? Замечания. Я всегда воровал дневник, поставлял новый листочек с дневника. И дневника не палила. Только когда приходил на собрание, тогда уже оказывалось, что у меня там двойки есть. О, и получал ты, короче, трендюлей. А я знаешь, как делала? Я просто, короче, плохие оценки не ставила в дневник. Ну, просто не ставила. Ну, а у нас обычно плохая оценка? Типа, в любом случае, неси сюда дневник. А если хорошая, то, типа, хочешь приносить, поставлю, хочешь нет. Ну, знаешь, что сейчас жестко? Я вот, когда заканчивала учебу... Не, я уже к этому не меру поступила. Появилась новая фича. Электронный журнал. Это очень жесткая фигня. Я думаю, сейчас кто учится, а если у вас есть, я соболезную. Потому что, короче, прежде всего, короче, родителям сразу же на телефон, там через приложуху или что, сразу высылается, короче, табель оценок каждый день. Жестокая современная реальность. Вот на плату за технологии. За технологии, да. Вот такой вот кошмар. Это ужасно. Просто ужасно. Бедные дети. Ужасно. В общем, вот такая была реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова